В своем творчестве Серлинг Руби ставит его позицию Дона Дуджадо и всей эстетики минимализма. До работы Дона Дуджадо нельзя было застрагиваться вообще, потому что отпечатки человеческих пальцев нарушали цвет металла, который был сделан в каркасе работы. А Серлинг Руби как раз совсем наоборот. Он просит зрителей затронуться до своих работ, потому что рука зрителя участвует в создании этой работы. И это мы видим хорошо в большой клетке одной слезе. Это монументальный бронзовый монолит, отсылающий к статистическим объектам самого Джадо. Но Руби не просто показывает зрительную красоту в скурсурной форме, а также приглашает диалогу к общению. Кроме большой клетки одной слезы, есть еще две монументальные работы скурсур Серлинга Руби. Работа «Коп-коп, край-край, коп-коп», которая была сделана в Лос-Анджелесе специально для нашего пространства, демонстрирует интерес Руби к эстетике уличного искусства графика. И сделана она не так, как работы минималистов 60-х из металла, а из формайки, из той же, которую делают на столы в Макдональдсе. И противоположность к Джадо, эти объекты можно трогать руками, они как бы уже испорчены вязанными руками зрителей. Эти объекты можно описать как немонументальный монументализм. То же самое можно сказать про подписанный постамент 1КБ7. Работа состоит из двух элементов. Блок из формы кислужек подставкой для меньшего объекта, который получился в результате скопления, как и красителя, на уритании. Вообще-то Стеллинга Руби очень интересует элемент шанса, который создается капающими жидкостями. Также шесть монументальных алябастеров тоже представляют собой еще один пример процесса работы с шансом. Для восьмиминутного видео Руби направляет видеокамеру на прозрачную жидкость, в которую художник добавляет яркие красители. Кроваво-красный, индига, розовый, зеленый. И которая капает с верхней части рамы, медленно растекаясь по холсту. Кроваво-красный, индивидуальный и их окружающих. Вместе с ним нет, в котором тангибальная эксплуатация с разрушением более администрации. Так что это важно, чтобы обзорить феноменон с особенностью. Кроваво-красный, индивидуальный и их окружающих. Это исходный материал и превращается в достаточно эстетскую и красивую работу. Работа SP-62, 5-метровый холст, сделан также, используя баллончики с красками. Художник просто берет спрей-пейт и покрывает поверхность картины, не зная, не контролируя на 100% свой результат, как картина будет выглядеть в конце. Хотя на первый взгляд работы Стерлинга Руби могут выглядеть как объекты дизайна, на самом деле в них есть социальный подтекст, так как материалы, которые Стерлинг использует в создании своего искусства, на самом деле могут быть найдены в обыкновенной жизни. И на самом деле Стерлинг берет лос-анджелесский контекст, но который легко переносится в Россию, где также есть все эти предметы и есть субкультура граффитистов, которые мы видим и на Красном Октябре. В создании своих работ Вейд Гайтин использует коммерческий принтер. Он складывает холст пополам и печатает на нем достаточно простые геометричные символы. В данном случае это черный квадрат или прямоугольник. Но в процессе печати Вейд начинает тянуть за холст и получаются какие-то неточности. И, соответственно, эти неточности, они и создают работу. Потом Вейд подбирает самые приятные для него изображения и делает из них серийные работы, которые специально должны висеть на уровне чуть выше, чем пол, чтобы человек мог сравнить себя с размерами с этими работами. Они становятся некими дверьми или окнами для зрителя. В серии огромных принтеров буквы Х или Х ни один не получился. В каждой работе он фрагментируется и дробится. Изначальное использование Х у Гайтина имело несколько ассоциативных значений, но постепенно буква утратила эти значения, а работы Гайтина стали более абстрактными. Использование Гайтина букв Х и Ю отсылает картинки Чарльза Дэм, это золотая цифра 5. В обоих случаях символ, цифра или буквы получает новое качество смыслового и инкровизационного центра картины. Художник Валет Берси создает свои работы в путешествии с одной выставки на другую. Эти работы на стенах, которые являются фотографиями, программами, на самом деле, это пленка, которая засвечивается в процессе путешествия художника с одной выставки на другую в аэропорту, когда он проходит через секьюрити. И после того, как процесс завершен, художник проявляет пленку, находит самую красивую абстрактную картинку, и она становится символом его такого путешествия. То же самое с этим полом, который был создан специально для Байбаков Art Projects, также называется Байбаков Art Projects 21 мая по 12 июля. Этот пол создается самими зрителями, которые пришли на выставку, походить и посмотреть, и он иногда лопается под их ногами. Соответственно, пол становится документацией этой выставки и творческой жизни в Москве. В этих работах Келли Уокер использует знаменитую рекламу для Брэйни Фейерлайнс, которые снялись Энди Уоттл и Сонни Листен, которые были современником Энди и одним из самых знаменитых боксеров своего времени. На самом деле здесь 24 панно в этой работе, которые длины 17 метров, и каждое из панно, оно реинтерпретируется Келли Уокером с точки зрения возможностей компьютера и фотошопа. То есть в рамках этой работы Келли Уокер рассматривает полный спектр цвета, который возможен на фотошопе. Но кроме того, что он печатает и репродюсирует и так уже знаменитую картинку, он создает на каждой фотографии коллаж, где он наклеивает пять звезд. И одна из них беленькая, а в остальных есть обложки обертки от шоколада линд. Что, конечно же, интересно, потому что мы находимся на шоколадной фабрике, и Келли Уокер, который участвовал в собрании своих работ для этой выставки, попросил, чтобы мы выставили именно эти работы. В создании своих, как называемых, кирпичных картин Келли Уокер использует наслоение изображений и технику коллаж. Он берет шелкографию, которую он напечатывает в картинке самих кирпичей, и вырывает страницы журнала или газет, как Hello, Wall Street Journal, New York Times или Washington Post. И наслаивает одни изображения на другие. Потом вырезает кирпичи, и получается, что кирпичи как бы уходят немножко внутрь картины полотна. На самом деле эти работы являются социальной критикой. Например, работа справа, в которой используется журнал Hello, она про то, что фансация здания такого образа напоминает нам Lower East Side в Манхэттене, где жили очень много эмигрантов в начале 20 века, в том числе из России, из Восточной Европы. Так как население увеличивалось в Нью-Йорке стремительно, места для жилья было очень мало, то здания строились крайне уплотненно. И, соответственно, инфекция очень часто путешествовала из одного окна в другой дом, поэтому люди начали заколачивать окна тоже кирпичом, но который, соответственно, уже был другого цвета, потому что окна были заколочены после того, как здания были построены. Но факт заключается в том, что сейчас, в 21 веке, эти квартиры считаются самыми такими элитными, престижными, где живет именно та пресса, которая публикует журнал Hello или celebrities, которые запечатлены в этих журналах. Ну и тем самым Келли Уокер предлагает нам некий комментарий или трактовку социального пространства, в котором мы живем сегодня. В создании своего чернильного пятна Рошака Келли Уокер использует зеркальный акрил. И эта серия работ перекликается с большими работами Энди Уорхова в стиле чернильных пятен Рошака, которые были созданы художниками в середине вестницеатра. Для того, чтобы назвать свою работу, Уокер приглашал в свою студию друзей и показывал эти зеркальные чернильные пятна. Ну и то, что говорил, собственно, друг, то и оказывалось названием этой работы. То, что зритель увидит в чернильной кляксе, будет в любом случае являться вторичным по отношению к его собственному раздробленному изображению в зеркале. Инсталляция «За мной» была сделана дуэтом Уэйда Гайтона и Келли Уокера. При этом художник Гайтон Уокер, который получился из этого дуэта, считается одним индивидуальным художником, соответственно, шестым на этой выставке. И эта работа сделана по неким принципам, которые прописывает Гайтон Уокер для себя в своем творчестве. А именно, они взяли инструкцию к эксплуатации сканера и теперь делают все то, что, говорится, в ней нельзя делать. Кладут органичные материалы, как банан, или двигают что-то, пока сканер идет. Получаются вот такие работы, которые составляют из себя пустые бочонки с подкраски, панели, из которых делаются такие же фальштены, как у нас здесь на выставке, и картины. И, кстати, Гайтон Уокер представили массивную инсталляцию на 53-й Менецианской биеннале 2009 года при входе в итальянский павильон. А москвичи увидели эту работу за две недели до открытия павильона Генеции. На этом все. С вами была Мария Буйбакова, директор и главный кротер «Буйбако Портожи». Спасибо вам большое, что вы посмотрели наш виртуальный проход по выставке и до встречи на новых проектах. Продолжение следует...